Место, где в прямом смысле духовность бьет ключом. В Золотухинском районе в деревне Сороковые дворы открыли и осветили источник. Глоток чистой воды сделал Антон Исюков. Они действительно дорожат каждой каплей из этого источника. Не случайно даже лес носит имя ключики. А вот сколько лет этому роднику не может вспомнить даже местный старожил Мария Росинская. Она здесь почти полвека и регулярно приходит за водой. Говорит, раньше сложно было только подступиться к источнику. Кругом бурьян. Местные жители обратились в областное экологическое управление за помощью. В рамках целевой программы им ее оказали. Очень быстро отреагировали. Обращалась в начале года 2013. Денег выделили 40 тысяч экологическое управление. Мне помогли наши спонсоры, руководители наших хозяйств, которые расположены на территории Дмитриевского совета. И в итоге мы израсходовали 100 тысяч на все. Всего 8 дней понадобилось, чтобы родник забил с новой силой. Теперь это источник не только чистой воды, но и духовной энергии. Селяне спокойны. Ходить сюда приятно и безопасно. Здесь установлена металлическая лестница, кресло, крест, который передал сельский храм. Предусмотрено место и для купальни. В качестве этой воды можно не сомневаться. Она прошла специальную проверку. Впрочем, местные жители говорят и о ее целебных свойствах. По народным поверьям, достаточно выпить одной кружки, и гриб пройдет мимо. Попробуем в этом убедиться и мы. Прилив сил чувствуется точно. Вопрос водоснабжения в Золотухинском районе решен на две трети. Экологическое управление региона продолжает борьбу за сохранение первозданной красоты природы в виде вот таких родников. Два с лишним миллиона сэкономленных управлением денег направлены на строительство святых источников. Впервые столько много сделано источников, их много, почти в каждом районе по два, по три. В самое ближайшее время святые источники откроются в Рыльском и Пристинском районах. Антон Исяков, Андрей Зарубин, телеканал СЕЙМ.